Вчера ребята приходили, до этого мы смотрели неделю назад, когда готовили праздник, вода стояла, почти говорят, а как воды уже нету? В такой радости, да, да, пожалуйста, уже нету, уже всё чисто. Победой над подтоплением Фрезиновского парка делится председатель ТОС «Водники» Екатерина Булина с исполняющим обязанности начальника Департамента городского хозяйства. По поручению Андрея Макаровского воду откачали коммунальщики и спасатели. Весеннее половодье на этом общественном пространстве на днях вызвало обеспокоенность местных жителей. В связи с погодой, весенней погодой, не только в парках сыра, но и во дворах, и на дачных участках, и поэтому уж так сильно волноваться пока, мы думаем, что не стоит за обстановку в нашем парке. Водоканал прокачали трубы, связь между прудами наладилась, и поэтому уже гораздо суше в парке. Все изменения в парке активисты микрорайона отслеживают ежедневно. Текущую ситуацию оценили вместе с городскими властями и подрядчиком, чтобы решить, как и когда завершить работы по благоустройству. Они ведутся здесь с прошлого года по федеральному проекту «Городская среда». Однако выпавший снег и претензии к качеству отдельных видов работ в декабре 2018-го стали веской причиной, чтобы приостановить контракт. Сейчас он не закрыт на 2 миллиона рублей. Именно те площади, которые сейчас в Щебне, не закрыты, по ним осталось нанести вот такое покрытие, гранитная крошка, фракция 2,5, она очень получается зыбучая, то есть она между собой не клинцуется, и поэтому надо пересогласовать просто фракцию немножко другую, 0,5, и здесь будет, в принципе, все доделано. Ранее сообщалось, что подрядчик заявил о ликвидации своей компании, однако сейчас обязуются в полном объёме выполнить все работы, в том числе и по озеленению территории. Вопрос с дренажом пока остаётся открытым. Эта система не была предусмотрена первоначальным проектом. Решение о её обустройстве приняли уже в ходе благоустройства. Сейчас все три пруда оснащены дренажными трубами, которые соединены с ливнёвкой. Зимой трубы замёрзли, что и вызвало подтопление. Сейчас мы ведём переговоры о том, чтобы врезаться в ливнёвую канализацию на той стороне улицы Фрезиновская, что, на наш взгляд, как ТОСы и инициативные группы, намного улучшит ситуацию. Окончательное решение об объёмах работ во Фрезиновском парке, в том числе в рамках контракта с подрядчиком, городские власти примут в мае, когда будут выявлены все места подтопления и другие недочёты. Ситуация по Фрезиновскому парку, его строительство, она под контролем администрации. Всех вопросов мы в целом в курсе, инициативная группа у нас работает очень хорошо, информация от них также поступает. Добавим, всего на благоустройство общественного пространства было выделено 23 миллиона рублей из бюджета всех уровней. Гарантия на все виды работ составит 6 лет.